Главным же устроителем библиотеки был адмирал Михаил Петрович Назарев, который называл ее своим любимым детищем. Под его руководством было построено прекрасное белокаменное здание, сложное из инкерманского камня, с греческим портиком, украшенным статуем богинь греческих. И на крыльце стально заказанные Лазаревым сфинксы охраняли вход. Уникальное строение с элементами античности – колоннада, мраморный барельеф. Внутри – паркетные полы и мебель из красного дерева, а на стенах – картины Айвазовского. Таким книжный храм был до конца Крымской войны. Это было второе здание морской библиотеки. Первое было основано в 1822 году, но через 8 месяцев сгорело дотла вместе со всем литературным богатством. Следующее сооружение на городском холме ждала та же участь. Оставляя город, русскими войсками здание было подожжено. К счастью, ценные фонды удалось сохранить и вывезти в Николаев. Нынешнее здание, построенное в 1961 году, носит имя своего основателя. Он и другие выдающиеся флотоводцы-адмиралы, стоящие у истоков развития морской библиотеки, свой вечный покой обрели во Владимирском соборе. Все, кто там упокоен – адмирал Лазарев, Нахимов, Корнилов и Истомин – они все были связаны с судьбой библиотеки. Лазарев ее основывал, Нахимов был директором библиотеки, а Корнилов и Истомин – они входили в совет директоров. Поэтому мы решили, что надо начать наши торжества с литии. Не хватает, правда, отдельных классических книг. Но это дело комитета директоров библиотеки. Думаю, господа Корнилов, Нахимов, Будаков в ближайшее время сие положение исправят. Образы из прошлого предстают на сцене перед зрителями. Историю в лицах рассказывают в зале Дома офицеров, где в честь двухсотлетия морской библиотеки собрались ее сотрудники, военнослужащие Черноморского флота, а также частые гости, постоянные читатели. Я родился в Севастополе, и с морской библиотекой у меня многое связано. Тем более, что когда-то я имел непосредственное отношение по работе, или точнее по службе к этой библиотеке. Сегодня библиотека насчитывает около 270 тысяч книг, 30 из них – редкого и коллекционного фонда. Именно в ней хранится первое издание «Слово о полку Игореве» 1800 года. Таких экземпляров в мире осталось всего 60. Золотой фонд продолжает пополняться. Из Центральной военно-морской библиотеки Санкт-Петербурга в дар преподнесли копию словаря морских слов и речений, которые Бутаков перевел с английского на французский и русский языки. А после того, как в Центральном книгохранилище побывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и увидел там первый морской указ и прочие рукописи Петра Великого, цифровой аналог Петровской коллекции появился и в нашем городе. Эльвина Зарипова, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.